Эстрада Дебют и яркая звезда, и эта эстрада Кан-кан и песня о любви Мы все поклонники твоих, мы все любители твоих Эстрада, эстрада Ты под орлом ходила в бой, в гулаге замерзала С такой нелёгкою судьбой, ты лёгким жарным стала Была и будешь ты такой, и не угомониться С тобой неведом нам покой, покой нам только снится Сокольского задорный бан, это эстрада Шурженко истинный талант Это эстрада, убойный зощенко рассказ Учёсова весёлый джаз, и конферанс, и в бровь его глаз Это эстрада До того, как родился театр эстрады, артисты эстрады Своим опытом, практикой доказали, что они имеют право на этот театр Вот здесь, в этом самом саду Эрмитаж, вот слева от меня находился знаменитый зеркальный театр Эрмитаж, в котором работали и эстрады, и театральные коллективы Но зал этот эстраде не принадлежал И речь шла о том, что хотелось бы иметь своё собственное помещение В котором бы не только устраивались диверсисментные концерты Но для которого специально бы готовились эстрадные спектакли Именно 5 июня 1954 года состоялся этот долгожданный праздник Праздник эстрады, на который собралась вся театральная и эстрадная Москва Открылся этот театр на площади Маяковского Это было такое эстрадное представление Там были заняты все в ту пору действующие звёзды эстрады Во главе с художественным руководителем этого театра Николай Павловичем Смирновым-Сокольским Следом за первым представлением его день рождения Пошёл спектакль «Синяя птичка» с Виктором Драгунским И со многими замечательными артистами в этом спектакле занятыми Следующим спектаклем стало представление Одного из первых спектаклей театра двух актёров Миронова и Минакер «Дела семейные» Тоже это был эстрадный спектакль Почему у нас так холодно в квартире? Опять открывал форточку Вот что делается Хочешь выстудить всю квартиру и простудить меня, да? Слушай, миленькая, ты знаешь, ты всё-таки поразительный человек Когда ему открывать форточку? Когда я только что сейчас вошёл О чём ты говоришь, я даже не понимаю Что это ты какой странный вошёл? Что такое? Он, главное, только что вошёл Ну перестань Я не позволю терзать меня ежедневно Слушай, ну кто тебя терзает, миленькая? Я вам не миленькая Да? У меня есть имя, отчество и девичья фамилия, между прочим И я не желаю, слышите вы Подвергаться ежедневным оскорблениям А я тебя умоляю, перестань Хочу и буду, хочу и буду, хочу и буду Семьей любой создать покой Обей бы позабыть Скандалы сдали бы мы в музей А ссоры все в архив У нас одно желание У нас одно желание Чтоб каждый помнил, каждый знал И никогда не забыл Нельзя залитить от того С какой ноги ты встал Мы играли первый спектакль Волшебники живут рядом Я тогда был очень молодой Мне было 22 года Я был молодой волшебник Я себе придумал там появление Я прыгал сверху Я чертёнка играл Я так прыгнул, что я запомнил Это театр на всю жизнь Потому что я подвернул ногу И очень долго вспоминал этот театр Ну и по-хорошему я его вспоминаю Потому что Ой, кого там только не было Кого я там только не видел Я даже познакомился там с Анной Герман Я познакомился там с Утёсом Ну выступали все Все, мы ещё были молодые Мы бегали, заглядывали Это был театр Где Создавались имена Я начинала с эстрады в городе Омске Но первые мои гастроли Первый показ, вообще первый выход на сцену Профессиональную Состоялся в театре эстрады Вот И там были и Борис Бруно И Лев Шемелов, мой партнёр До кого, господи Я даже Простерялась Группа моряков Рыболовецкого траулера Принцессы Турандут Передаёт привет и горячие поздравления Своему товарищу Василию Бесхребетному Который вот уже два года Как сошёл на берег И трудится в жилищной конторе номер один Города Сыктывкара Ковчатовской области Но и здесь, на скромном посту водопроводчика Он высоко несёт марку моряка Василий, ваши товарищи написали нам, что вы слушаете по радио Только те песни, которые исполняет Эдуард Хиль Слушайте Эдуард поёт для вас, Вася Я всеми признан в единое стране Ручают призы мне, не шутки ради Геды в Соботе и в Ленинграде И мне девчонки смотрят вслед А я им нет Улыбка хиля Прекрасно, беспрекрасно Моя стихия Пришёл, увидел, победил И всё на раз Жизнь невозможно повернуть назад И время не на них не остановишь Пусть неоглядна ночь И одинок в мой дом Ещё идут старинные часы Мы всю жизнь говорим, что ревность, дурное чувство Резвенность оскорбляет достоинство Я этому больше не верю Именно ревность подняла моего мужа на ноги Когда же начнётся сеанс? Он уже начался Некоторые из вас Закрутили головами Руками Ушами Носами Усами Даже те, кто Не верят в исцеление И они вылечатся Даже не подозревая Отчего То, что есть на эстраде Всё вышло из театра эстрады Все звёзды появлялись в театре эстрады Молодые И, в общем-то, не скучно было И старым звёздам тоже появляться в театре эстрады Которые, так сказать Ну, к сожалению, вышли в тираж Будем так говорить Ну, которые безумно радовались Когда их звали в театр эстрады Они выходили и выступали О них пафосно говорили конферансье О том, что вот Народная артистка Или просто артистка Которая в 60-е годы В 50-е годы Но это была жизнь Это была сугубо эстрадная жизнь А майский день, как хорош Прошла недавно гроза В саду в сиреневый дым И мы с вопросом немым Друг другу смотрим в глаза Так не буду ждать я казни От своих волшебных грёз Я люблю вас без боязни Без искусства и без слёз Ты сегодня не принёс Ни букет из пышных роз Ни тюльпаны, и ни лирии Протянул мне робко ты Очень скромные цветы Но они и такие милые Ландыши, ландыши Светлого пая привет Ландыши, ландыши Милые, прощай, Риорита Я покидаю берег сердцу, милый Я здесь, Риорита Свою любовь увидел в первый раз Над рио закаты Здесь встречал я когда-то Прощай, Риорита Быть может, вспомнишь как-нибудь про нас Когда мы были молодые Когда мы были молодые Лежут на красную лесу Фонтаны били голубые Лежут на красную лесу Театр-эстрада занимал значительную часть Так сказать, нашей жизни Там стали уже регулярные эстрадные программы Делались такие специальные программы эстрадные И просто сборные концертные программы Причем всегда были аншлаги Всегда И народ приходил разный всякий Кто хотел слушать классику Кто пение жанровое Кто танцы характерные Понимаете, если у человека там было имя И популярность, то приходили на этих актеров Всегда был полный-полный зал Вот это был эстрадный настоящий концерт Когда у меня объявлялся концерт в эстраде Счастливее меня не было человек в этой стране Там был швой оркестр С дирижером, со вторым дирижером Там был швой балет И неплохой балет Там были костюмерные цеха Там было все Это был настоящий Театр-бутафор Я там была все Делал все Александр Павлович Конников Когда был Я-то начал работать только Про Александр Павлович Конников Я тоже был щенок тогда Вот И все это заработало Заработало Александр Павлович И мне Саша Значит, он меня вывернул на профессиональную эстраду Он Я учился на четвертом курсе 56-й год Это то есть Середина прошлого века Вот человек, который рассказывает Как он выходил на эстраду В середине прошлого века Жуть какая-то сильная Короче говоря Есть фигуры Не только в эстраде Но вообще В мироздании Которые Очень С годами Отсчитываем И по спидам С их ухода Начинают куда-то выпукляться И есть фигуры Которые почему-то Абсолютно в лету Куда-то улетают Незаслуженно Хотя они по значимости Может быть такие же А иногда даже и Мощнее Чем те, которые вот так Это процесс какой-то Непонятный Не изученный Можно приводить массу примеров В данном случае Виталий Александр Павлович Человек был совершенно уникальный Если быть ведомственным То в эстраде уникальный Правильно Далее Характерная деталь Русская литература Прошлого Оставила нам Образы Лишнего Человека Онегин Печорин Обломов Обратите внимание Все Мужчины Товарищи Даже в мрачную эпоху Проклятого Прошлого Женщина Не была Лишнего Потом назначили Брунова В театр Входил Лорд Он поднимался По лестнице В котелке Сигары Расстегнутые Все пуговицы У него никогда Ничего не было Расстегнуто Роскошные Дорогие вещи На нем Не знаю Валентин Или там Что-то такое И все Это у него было Расстегнуто И он входил Он поднимался По лестнице Шел лорд От него пахло Хорошими духами От него пахло Хорошим настроением Он пришел И он пришел Он входил Обязательно С репликой Какой-то юмора Про этого Или про того Или про сего Или про Во всяком случае В театр пришел Хозяин Веселый Добродушный И знающий Хорошо эстраду Когда-то Очень старые Года В России Варьете Повсюду Были И куплетисты Пели Там всегда Но вскоре Варьете У нас Прикрыли Теперь опять Повсюду Варьете И вновь На куплетистов Стала мода Но я Свою Куплеты Вомнике Что пели До 17 Года Акварьете 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 Когда не было Концерта Просто сидели Попивали Чаек Кофеек С вискарем Он курил Сигары А мы Проветривали Помещение Постоянно Тянулись К нему Тянулись Это очень Большое качество Человека Когда к тебе Тянулись Приятел Ждет Квартиру 20 лет Не то Что все Приевшие Проныры И он Пошел К Лужкову В Моссовет Скорее Разознать Про Квартиры И понял Ровно Через 5 минут Напрасно Ждать Желанного Исхода Что Нынче Там Квартиру Выдают Кто Ждет Еще 17 Года Я Пришел В театр Эстрады На сборный Концерт Абсолютно Помню Что Вел Концерт Борис Брунов Наш Любимый Незабвенный И он Решил Пошутить Ну Конферансия Он Вышел И говорит В этом Театре Сейчас Гастролирует Театр Под руководством Народного Артиста Советского Союза Аркадий Исаков Райк Но выступать Будет не он Сказал Брунов А его Молодой Артист Роман Карцев И все Вот так Началось Мое выступление В этом Театре Потом Появился Витя Ильченко Мы Играли Там Свои Спектакли Потом И Миша Жванецкий И с Райкиным И без Райкина Все наши Новые Программы Мы играли В этом Театре А самое Памятное Мы в этом Театре Получили Вторую Премию Артистов Эстрады Четвертого Конкурса Артистов Эстрады За 200 Это Юрикова Красивая Красивая Я Красивая Женщина Второй Был Монолог Георгия Терикова Я Счастливая Женщина Вот В кавычках И третий Монолог Это был Монолог Проводницы Назывался Он Рыцаря Жду Монолог И всесоюзных Которые Дали огромное Количество Знаменитых Артистов Они Дали Клару Новикову Они Дали Володю Винокура Они Дали Аллу Пугачеву Идея Это Старая Идея Первый Конкурс Был Еще До Войны Первый Конкурс Был До Войны Где Шульженко Получил Второе Место Утесов Третье Или Первое Это Довоенное Изобретение Довоенное После Войны Сразу А после Войны Вот И Шульженко Лауреат Конкурса Эстрады И Райкин Лауреат Конкурса Эстрады Сколько Смысла И Значения Вижу Я Сейчас Во всем И В твоем Прикосновении И В молчании Твоем Не Спугни Очарование Этих Тихих Вечеров Ведь Порою И Молчание Ведь Порою И Молчание Нам Понятней Нам Понятней Нам Понятней Всяких Слов Пожалуйста Милая Здравствуйте Это Агнесса Павловна Пожалуйста Милая Дайте мне Пожалуйста Нижний Хол Пожалуйста Пожалуйста Здравствуйте Менеджер Агнесса Павловна Милая Пожалуйста Там у вас В холле Сидят Иностранные Туристы Там Американец Японец И кто еще Индус Да Пожалуйста Милая Пришлите сюда Я в 101 Пожалуйста Пускай они Посмотрят Догадите Актеры Когда хотели Послушать друг друга Не шли В огромный зал А шли В театр Эстрады Я например На своем Сольном концерте Вижу сидит Такая дама Уже пожилая На первом ряду И Как он называется Так одета Очень нарядно Богато Все Потом она зашла За кулисы Поблагодарила И все Я как-то растерялась Сказала Спасибо большое И все И когда она вышла Мне говорят Ой ты с ума сошла Это же Изабелла Юрьева Я бросила за ней вслед Она уже ушла Ты помнишь Наши встречи При мостском парке На берегу Саша Ты помнишь Теплый вечер Весенний вечер Каштан цветут Нет ярших красок Нигде И никогда Саша Как много в жизни Не ласки Как они заметят Не пускай Одним словом Театр эстрады Имел свой Собственный Дом Что очень существенно Это было Особое помещение Это было Не просто здание Где выступали Артисты эстрады А это был Дом эстрады При Брунове Это прожала работа Потом постепенно Исчез балет Исчез оркестр Ушел в старости Дирижер Перманентный Дирижер оркестра Все Прокатная площадка Ну Горис Сергеевич Брунов Создавал концерты Такие Все выходят Все уходят Все вышли здесь Все потом по одному И обратно Все это было Было Но уже вот так было На издыхании У нас собственно Вели концерт Детяти Шемелов И Писаренко Пока у меня Вот три конферанция Которые работали И что это Конферанция А что это значит Знаю Конферанция Это вроде Директор концерта О Директор Ну говорите Товарищ директор Что ж ты думаешь Я так стану И буду тебе говорить А как же еще Трибуну мне давай Сейчас Сейчас Вот она Трибунка Моей Собственной Конструкции Ничего Трибунка А вода есть Пожалуйста Мало Пожалуйста Это солидно Вот вам Товарищ директор Откуда говорить А вот Что говорить Тихай Расшить вам Поставить эту палочку Не помешает Нехай стоит Товарищи Что мне тут Понаписывали Товарищи На сегодняшний день Меня интересует Завтрашний день Из моего отчета Вы увидите Что моя работа Достигла Поворота И разворота Я думаю Все вы меня Поймете Вы ведь Те самые Я горю на работе Но я один Я руководство Так пусть же горит Все производство Вот возьмите Объявите концерт И когда Зритель уйдет После вот такого Сборника Как тогда говорили Все будут говорить Только о конферансье О его шутках О его анекдотах Потому что тогда же Ходили на концерт Да интересно Все было посмотреть Все было великолепно Ну как правило Люди смотрели А кто ведет концерт Скромная советская девушка Она ногу на ногу Не закладывает Скромная советская девушка Ног не демонстрирует Вообще скромная девушка Она ног не имеет И правильно делает Потому что эти ноги Руки Губы Поцелуи Они ни за чего Хорошего не доводят Правда Вы смотрите в кино Как только задержался На секунду лишний Поцелуй Девушки И парни Или ветер Нахал Подул На девчонку Девчонки Моментально На кассе театра Появляется Плакат Что Детям до 16 лет Смотреть Не разрешается Это конечно Не для детей Детишки Посмотрят Это для нас С вами Для взрослых Взрослые Чита Ах Не разрешается Значит Пойду Профессия Конференция Умерла Но умерла Не по своей воле Не по своей воле А по воле Судьбы По воле Истории Которой переживает Не только страна Не только мирной Искусство И в частности Эстрада И по воле Обстоятельств Связанных Даже с рынком Она не может Сейчас быть Потому что Профессия Конференция Нужна только При дивертисментном Концерте Больше нигде Он не нужен А в силу Экономических Обстоятельств Идеологических И других Сейчас нет Дивертисментных Концертов Если же Они есть То те Для кого Они устраиваются Хотят Чтобы концерт Вел телевизионный Персонаж Какой-нибудь Ой У нас Кто-то Вел концерт Вот девушка Погоду ведет Помните Вот она ведет Сегодняшний концерт Мы не нужны Там И это справедливо Тот Кто из нас Обижается Тот дурак Потому что Так должно быть Вот такой поворот Судьбы И развития Искусства Эстрады Да Да Действительно Действительно Возникла Нужно 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 Прикладывать Фантазию К сегодняшнему Дню С учетом Сегодняшнего Дня Сейчас Стараются Работать Сольные Концерты Звукоимитатору Очень тяжело Работать Сольные Концерты Ну это Как мне Сын сказал Говорит Больно Ну что ж Больно Каждое утро Потренируйся И не будет Больно Ну как Вот я Утром Встал Сказал Потом Полдня Кашляю Я говорю Неделю Покашляю Вторую А потом Все пройдет И я Кашлял И мне Было Больно Я ночами Просыпался Когда мне Снился Звук Я подбегал К магнитофону Яуза Включал Выбрал Микрофон Нет Это не Пулемет Это далекий Пулемет Что-то похоже И все И репетировалось Вплоть до того Что жареную яичницу Брал микрофон И общетинку Так делал Пока не Понял Что лучше делать Яичницу жареную Чтобы она Щупела Скворчала Ну нет Концерта Таких Чтобы можно было Отработать Может быть Позвали Я пошел Я уверена Что вот Объяви Эстрадный концерт Чтобы вернулись Опять наши Хорошие номера Танцевальные Акробатические Жонглеры Певцы И всегда будет На все вкусы Жанры И всегда будет Полный аншлаг И людям Это нравится Живу я в новом доме Согласен Здесь все Отлично Кроме На редкость Тонких стен Вчера я Над кушеткой Прибил Подряд жены А гвоздь Прибил Соседку С обратной стороны Вдруг Вдруг Ничего Ниоткуда Прямо Раз Приходят Из Из управдона Говорят Давайте Одевайте Вашего ребенка На елку А мама говорит Нет Не дам Они говорят Что вы Гражданка Что-либо Как будто бы Вы не понимаете У нас и так Все деньги Затраченные Елка Стоит Стоит Как дура Детей нету Если вдруг Любовь Стучится В дверь Ты ее Впусти Ты ей Поверь И как бы Трудно Не пришлось Ты должен Знать От любви Не убежать А с тобою Весной Бело Светят Белезы И лета Словно Слезы Ярко Солнце Горит Танго Это Старое Танго Это Белое Танго К тебе Летит Летит А Витя Каждый раз Когда я слышу Слово Молодежь Мне лично Хочется Говорить Стихами Так вот и Давайте Что давайте Вот сейчас Выступает Самый молодой Участник Нашего концерта Давайте Объявим его Стихами Объявляйте Да что Тачмир Я же никогда Не писал Стихов Да ну А вот Вы между прочим Не раз Мне говорили Что вы Выдающийся Мастер Стихосложения Я? Да 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 вот У меня Окажется Только видите Я вам честно скажу Стихотворная строка Она ведь очень короткая А мысли Они у меня мощные Они у меня не влезают В эту строчку Всегда какой-то хвостик Торчит снаружи Вот у меня тут есть Я пробовал Вот смотрите Значит так Молодежь Вы мне поверьте Нашей жизни Красота Но увы В любом концерте Молодежи Не хвата Вот видите Не влезло Действительно ли хвата Не хвата Скажите А вы никогда не говорили Об этом руководству Руководству На воздух Пожалуйста Руководству Люди тоже говорили Неспроста Дай дорогу Молодежи Никакого Результата О Опять не влезло Действительно Вам размера Не хвата Не хвата Нет Молодежи 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 В театре эстрады Я выступал Выступал Но это были сборные концерты Где я пел Некоторые произведения Но вот Эстрада Это как переводится Знаете Певцы улицы Певцы улицы Но Эти певцы величайшие И вот я назвал Некоторые имена Вы представьте себе В то время Ойстрах Коган Рихтер Балетные наши лучи И я когда Видел этих людей Я просто трепетал Там Знаете Мне становилось страшно Я думал Боже мой Я пацан Молодой Куда я попал Среди каких людей Это были великие величины Выступает Рихтер Выступает Атлантов Смелашкиной Выступает Архипова Игора Танцует Плесецкая Васильев С Максимовой Семеняка Потом Из республик Тоже обычно Когда были сборные концерты То приезжали Из республик Самые лучшие Очень много было Украинцев Великолепных певцов Было из Украины Из Прибалтики Были великолепные певцы И я никогда не забуду Мой первый концерт Когда Меня вызвали Я уже был Там Золотой Орфей Там Конкурс Винеса Выиграл Международные конкурсы И молодого Меня позвали На концерт Очень такой Престижный концерт Во дворе Съездов И я помню Я пел Андрей Шинье И публика Меня приняла Ну нормально Достаточно Хорошо И я значит Когда пришел За кулисы То вдруг Меня Я не знал Плесецкую Я так ее видел Но знаком Она меня Обняла Расцеловала Она говорит Я вас поздравляю Огромный успех А я думал Почему такого Огромного успеха Такого уж не было Во дворце съездов Чтобы кричали Ломали стулья Такого не было Просто хорошо похлопали Она говорит В таких концертах В таких мероприятиях Правительственных Если вы дойдете От середины сцены До кулисы И донесете аплодисменты Это огромный успех Я вас молодой человек Поздравляю Вот так я познакомился С Плесецкой И на протяжении Длительного времени На этой сцене Выступали Все лучшие Мастера эстрады И отечественной И зарубежной Субтитры подогнал «Симон» Мне иногда снится Что идет концерт В хорошем помещении Там и звезды Не звезды А я готов Я так готов Как никогда не был раньше И у меня все это пропадает Мне немножко жало Так иногда Раз в год получаю Пригласят куда-нибудь Я все-таки Выворачиваю себя Это моя мечта А может когда-нибудь Один разочек Получится Что у меня все готово Для этого Эстрада как вид искусства Как жанр искусства Родилась много веков Тому назад И существовала На протяжении Всей истории человечества Она была востребована Всегда И будет востребована И впредь Потому что Никогда не умрет В людях желание Смеяться Слушать хорошую песню Видеть хороший танец И в этом залог здоровья И будущего эстрадного искусства Время заканчивается Ты помнишь концерт фротовой Пресилы солдаты на скатке Не бархат на сцене висел А полок простой плащ-палатки И вторили песни певца Раскаты глухой канонады И слушали наши бойцы Артистов советской славы Мы встретимся завтра И с чем мы сегодня сыграли На сцене в рабочем дворце Под небом колхозного стана Вам всюду готовы служить Всегда вас приветствовать рады Веселые ваши друзья Артисты солярской эстрады 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 Продолжение следует... Продолжение следует...